На крыше дома номер 5 по улице Стахановской кипит работа. Специалисты коммунальщика торопятся починить кровлю, затопленную недавним дождем. После налета стихии поступило 109 заявок. Специалисты отложили плановый кровельный ремонт и все силы направили на ликвидацию последствий ливня. После обильных дождей, которые выпали у нас в субботу 18 числа, показалось, что с погодой очень трудно справляться. На сегодняшний день у нас на предприятии работают 4 основных звена, которые по ремонту кровли. Мы выполняем примерно 6-7 заявок в день. Привлекаем дополнительные 4 звена по ремонту кровли. Привлекаем дополнительно промышленных альпинистов, потому что сегодня есть заявки по швам. Стихия выявила все слабые места домостроений города и района. План работ скорректирован, объемы большие. На крыло 85 подчинили ливневый сток. Просушили, пропитали битумом, проклеили. Дождь теперь не страшен. Сильно пострадал 119 дом по улице Лермонтова. Его ремонтировали в первую очередь. Протопление было. Протопило примерно 18 квартир в Веншахте. Почему протопило? Потому что пошло переполнение ливневки. Потому что ливневка не справлялась с таким количеством дождя. Потому что запроектированная ливневка, как бы простой дождь, среднестатистический, будем говорить. Она справляется нормально, никаких проблем нет. С квартирами, да, выходим, составляем акты. Будем, конечно, помогать. Вместе с тем продолжается плановый ремонт подъездов. Косметический лоск завершают в третьем подъезде дома номер 103 по улице Ивана Голубца. Стены прошпаклеваны, пропитаны спецсоставом, покрыты водоэмульсионной краской. Последние штрихи – окраска панелей. Можно вешать почтовые ящики и писать письма друзьям о том, что город оправился после стихийного вмешательства.